МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наш домик, домик пчеловода называется. Мы здесь, так сказать, живем сезон. Это, получается, медогонка. Когда идет процесс откачки меда, получается, рамки мы вставляем сюда, оно качается. Бак объем 80 литров. С одного улика получается в среднем от 50 до 130 килограмм за сезон. Это зависимость от года идет. В этом году, не знаю, в этом году получится, дай бог, нормально, но по показателям, по предыдущим годам, это вот не так. Повлияла, получается, погода. Получается, мы все думаем, что весна пришла рано, но факт в том, холодно было весной, ранней весной. Пчелы не так хорошо развились, как по плану. Некоторые люди боятся пчел, из-за чего у них есть аллергия. Одна пчела может ужалить, и она получит, как сказать, шок, аллергия. А есть некоторые люди, которые нормально ведут. Бывают мирные мои пчелы, так себе сказать. Это порода Карпатка и Карника. Карпатка – это Закарпатья порода. Есть местные пчелы, они более слабливые. Мы заказываем элитных маток из Германии. И здесь мы сами выводим маток. Получается, от элитных маток дочки. Пчеловод готовится к этому сезону, к этому дню 10 месяцев. У пчеловода нет выходных. У пчеловода только, получается, отпуск – это месяц декабрь. Остальное время пчеловод готовится. Если сказать январь месяц, то готовим рамки, вбиваем рамки, натягиваем проволоки. Зимой до весны красим улики. Готовка к сезону получается. Ранее весной ранняя ревизия пчел смотрим. Не заболели. Если заболели, даем лекарства. Это наша платформа. Получается, здесь 60 уликов вмещается. Получается, чтобы была мобильность пчеловодов. Чтобы не разгружать, не загружать. Они стоят здесь. Ранее весной загружаем, поздней осенью отгружаемся. За сезон они здесь стоят. И здесь мы работаем. Вон там поле уже скосили. Начинается укос. Кот будет где-то в течение двух-трех дней косить эспарцет. Надо же пчелам. Нектар. А здесь нектара нет. Пчеловод в основном гоняется за светами. За нектаром, если так сказать. Чтобы получить больше меда. Качевка, качевка. Еще раз качевка всегда у нас. За сезон качуем 6-7 раз. И вот сейчас посмотрим пчелы вместе с вами. Что они натаскали. Это для пчел получается и жилища, и роддом, и складное помещение, если так сказать. Вот это галимый мед. Когда мы откачиваем, должно запечаться до половины. И можно качать. Это называется зрелый мед. Оно не бродит. Зрелый мед. По вкусовым и по целебным качествам это самый лучший мед получается. Самые работящие получаются, по моему мнению, это пчелы. Трудятся и трудятся. Вот сейчас таскают в данное время мед. Вот один взлетает, другой вылетает из литка. Мед тащат. Если чисто по-научному сказать, одна ложка меда, чайная ложка, весь пчел работали за целый день. А вот матка бегает. Есть такие королевы, когда заглядываешь в улик, там чисто, аккуратно, очень идеально. Есть бывают такие хозяюшки, матушки, матки, которые у них там бардак. Как у людей. А в основных семьях получается очень чисто. У нас сейчас ценится отбашинский белый мед, ценится везде. В Японии, в Китае, в Дубае. Везде. Но сбыт. Откачиваем мед и ждем от тавиков и все. Есть получается вот тонна, две родным, знакомым, которые знают, наш мед у нас покупают. А остальное куда давать? Эйнштейн сказал, если пчел не будет, через три года весь мир погибнет. Они же определяют растения. И фермерам выгодно, и нам выгодно. Когда я первый раз начал, себя материл трехэтажным матом. Зачем начал, когда начали жалить. Потом привык, потом пошла любовь к пчелам. Смысла нет, если так сказать, без пчел. Если, дай бог, до 90 лет дожить, будет у меня один улик дома. Я буду смотреть на них и любоваться. Хе-хе-хе.